Экзегет В чем разница между осуждением человека и осуждением его недостойного поступка? В чем разница между осуждением или человека, или его недостойного поступка и обличением? И вот сегодня в контексте, в продолжении той же, на самом деле, очень актуальной и важной темы, хотелось предложить вашему вниманию некоторые размышления и наблюдения над тем, как правильно обличать. Кого можно обличать? Кого обличать нельзя? И если мы все-таки оказались в ситуации, что вынуждены высказать обличение, как все-таки это сделать правильно, чтобы это принесло пользу ближнему и принесло пользу и твоей собственной душе? В Священном Писании, в притчах Соломона, в 9 главе мы читаем следующее. По церковно-славянски звучит немножко иначе, а по-русски звучит следующим образом. «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания». По церковно-славянски это звучит «не обличай злых, да не возненавидят тебя». Здесь вот сказано кощунника, а по церковно-славянски «не обличай злых, да не возненавидят тебя». «Даждь премудршему вину, и премудрший будет, сказуй праведному, и приложит приематий». Смотрите, какое глубокое наблюдение и совет премудрого Соломона. То есть человеку злому, кощуннику, а здесь именно перевод русский «кощунника», то есть человек, кто такой кощунник в общих чертах? Это человек, который не чувствует святыни. Кощунник — это тот, кто хулит святыню, смеется над святыней. Это грех, который очень близок к хуле на Духа Святого. Единственный грех, как сказано в Священном Писании, который не прощается ни в этом веке, ни в будущем. То есть насмешка, пренебрежение над святыней свидетельствует о том, что у человека внутри, как в народе говорят, ничего святого нет. Нет чувства святыни. И вот премудрый Соломон говорит, что «поучающий кощунника наживет себе бесславие, и кто его обличает, спит на себе». То есть обличать такого человека — это наживать себе врага, а ему пользы не принесешь. И премудрый Соломон говорит «обличай мудрого», то есть обличи, наставь, подскажи или обрати внимание человеку мудрому, благоразумному. Благоразумный будет принимать, сделает правильный вывод. Может быть, даже если это будет не совсем приятно услышать, но благоразумный человек, мудрый, он приложит принимать. То есть он сделает правильный вывод для себя и будет исправляться. Впредь, допустим, будет избегать, допустим, таких неправильных шагов, о котором вы, например, ему сделаете обличение. Но тут очень важная грань, дорогие друзья, и об этом надо помнить. Имеешь ли ты право обличать ближнего? Вот кто дал лично тебе право, ну пусть даже ближний совершает какой-то недостойный поступок, ты оказался свидетелем, ты это увидел, и хочешь обратить на это внимание. Но имеешь ли ты право на это? Вот, например, преподобный Паисий Святогорец на основании колоссального своего духовного опыта нередко тем духовным чадам, которые приходили советоваться с ним, он всегда подчеркивал, что давать совет, а тем более обличение, можно только тому человеку, кто дал тебе право на то, чтобы ты ему давал этот совет. В каком смысле дал право? Например, согласно Божьему закону и вообще нормам морали, даже общечеловеческой, родители имеют полное право давать обличение, советы, наставления своим детям, именно по природе, по Богу установленному закону, потому что родители любят своих детей, и они несут ответственность за них, и поэтому они имеют полное право. Тут даже ни в каком смысле слова отец и мать не должны сомневаться в том, можно ли, нужно ли давать наставление, обличение или даже наказание своим детям. Наказание, вот это в переводе с церковно-славянской, наказание, то есть вразумление. Допустим, вышестоящее, допустим, начальство, да вот, человек, поставленный промыслом Божиим на позицию начальника и, естественно, подчиненный, которые так или иначе должны прислушаться, в любом обществе должна быть, скажем так, некоторая вертикаль, некоторая должна быть дисциплина, иначе просто общество превратится, человеческое общество превратится в некий зверинец, который живет по законам дзунгли, где только право сильного и так далее. Я даю себе отчет, дорогие друзья, вы можете мне сейчас возразить и, может быть, даже захотите привести множество примеров, что в обществе человеческом, к сожалению, и так происходит. Так происходит как раз потому, что нарушается вот этот богоустановленный закон, что кому честь, честь, кто обречен властью, тому надо оказывать уважение, почтение. Это не значит, что человек, обреченный властью, лишен недостатков. Это не значит, что он все правильно может понять. Это не значит, что у него нет своих грехов и что он сам не нуждается, допустим, в обличении, в подсказке, в совете и так далее. Но вот установленный Богом порядок на земле, что, допустим, человек, как вот во времена святого царя Соломона, он был царем, он был Богом, поставленным над Израилем. Естественно, у него была власть и полномочия давать советы, наставления, наказывать, как говорится, казнить или миловать. То есть человек, обреченный властью, имеет право давать наставления или советы своим подчиненным. Преподобный Паисий на вопрос более практического характера, как вот обличать правильно, чтобы твое обличение принесло пользу ближнего, чтобы оно его не ожесточило, не нажить себе врага на пустом месте, и который вместо того, чтобы исправляться, будет только закосневать или даже делать еще худше, делать назло. Вот преподобный Паисий так вот отвечает. Когда ему задали однажды вопрос, Геронта, когда мы видим, что кто-то ведет себя плохо, нужно ли ему об этом говорить? Старица отвечает, зависит от того, что он за человек. В наше время необходимо многое рассуждение и божественное просвещение. Ответить на ваш вопрос не так просто. Я заметил, что в каждом отдельном случае бывает до 500 подслучаев. То есть в каждой ситуации до 500 разных подслучаев. Некоторые люди способны исправиться, другие не исправляются, и на наши замечания могут отреагировать отрицательно. Особенно плохо реагирует тот, у кого есть эгоизм, если его задеть. То есть задеть эгоиста, то человека очень такого, самовлюбленного, такого гордеца, эгоиста, задеть даже аккуратно, это вызывает такую негативную реакцию. Даже понимая часто свою неправоту, такой человек не уступает от эгоизма. И когда наши побудительные причины не безукоризнены, иными словами, когда кроме заботы о другом в нас есть и гордость, когда наша любовь нечиста, тогда он сопротивляется очень сильно. Остановим здесь ваше внимание, дорогие друзья. Смотрите, какое мудрое наблюдение. То есть если человек действительно неправ, вы это заметили, и хотите сделать замечание, конечно, вы задеваете эгоизм того человека. Но если, вот очень важно, если наши, наши побудительные причины не безукоризнены, то есть если, кроме того, что и у нас есть гордость, у человека, который пытается обличить или сделать замечание, своя гордость, задевает гордость другого человека. И если побудительные причины не безукоризнены, то есть если действуешь по пристрастию. Допустим, классическая ситуация в любом коллективе, вот сотрудники между собой работают, естественно, вращаясь, соприкасаясь друг с другом, мы задеваем друг друга своими страстями, своими немощами. И вот есть люди, которые нам симпатичны, есть те, которые нам антипатичны. И один и тот же поступок может сделать человек, которому вы расположены, и которому вы, мягко говоря, питаете нехорошие чувства. Один и тот же поступок сделает, неправильный. Есть ведь разница, дорогие друзья, с каким чувством вы можете сделать замечание или совет человеку, который вам приятен, ваш друг, ваш товарищ, которому вы испытываете симпатию. И с каким чувством можно дать замечание или совет или укор человеку, который тебе неприятен. Вот в чем главная причина. Если побудительные мотивы нечисты, если не от любви и сострадания, а с гордыней, тогда тот человек сопротивляется очень сильно. Если мы обличаем кого-то от любви с болью, то независимо от того, понимает он нашу любовь или нет, в его сердце происходит изменение. Потому что нами двигает чистая любовь. Вот что значит, когда с болью и с любовью делаешь замечание, то человек почувствует. А обличение без любви, с пристрастием, делает обличаемого зверем. Потому что наша злоба ударяет в его эгоизм, высекает искры, как сталь в зажигалке высекает искры из кремния. Если мы терпим нашего брата от любви, то он это тоже понимает. И нашу злобу он тоже понимает, даже если она внутренняя и никак не выражается внешне. Потому что наша злоба вызывает в нем тревогу. Здесь очень важно обратить внимание, что в современном обществе все люди воспитанные, культурные, по крайней мере, позиционируют себя как таковые. И ведь можно сделать замечание с внутренней злобой, но сделать это якобы так вот, оформить это так вот, вроде бы с улыбкой, вроде бы, так сказать, респектабельно, культурно. Но внутренняя злоба и побутительные мотивы, если они не чисты, ни от любви, ни с болью, они обязательно вызовут у человека внутри раздражение. Вот это передастся ему, и это вызовет у него негативную реакцию. И вот, как здесь было сказано чуть-чуть выше, человек будет очень сильно сопротивляться. Наш эгоизм задевает его эгоизм. А если именно с любовью и с болью, то тогда это передается сердцу ближнего. Так и дьявол, даже являясь в виде ангела света, приносит тревогу, тогда как настоящий ангел приносит нежное и невыразимое радование. Здесь преподобный Паисий проводит параллель для нашего же назидания, что дьявол тоже может явиться в образе ангела светлой в истории Святой Церкви, в житиях святых, в потеряках. Мы находим свидетельство, когда для обольщения подвижника дьявол являлся в образе светлого ангела. Образ якобы светлого ангела, но внутри у подвижника тревога в сердце, потому что дьявол приносит только свою тревогу и скрыть внешним светом и благолепием не может. То же самое, вот мысль, которую проводит преподобный Паисий, если мы даже внешне с улыбкой, культурно, вежливо, корректно, но с внутренней неприязнью, эгоизмом обличаем ближнего, это вызывает у него тревогу и ответную реакцию. Далее спрашивает преподобного Паисия, значит, когда отрицательная реакция, значит, отправная точка наших действий обязательно эгоизм? Преподобный Паисий отвечает, бывает и много недоразумений. Один понимает дело так, другой иначе. Но надо всегда испытывать себя. Для чего я хочу это сказать? От чего я исхожу? Больно ли мне за ближнего? Или я хочу сказать это только для того, чтобы показать себя хорошим, порисоваться? Ну, или там изобразить себя, что ты более грамотный, более компетентный в этом вопросе. Если человек очистится, то даже если он гневается, кричит, делает кому-то замечание, его побудительные причины будут чисты. И потому все идет правильно, потому что он действует с рассуждением. Рассуждение – это очищенность, это божественное просвещение, духовная ясность. И стало быть, как там внутри с ней может ужиться эгоизм? А когда побудительные причины чисты, сердце человека пребывает в покое. Таким вот образом вы можете понять каждое ваше действие, доброе оно или зное. Вот какой мудрый совет дает нам преподобный пояснить, чтобы мы таким вот образом каждый испытали себя, каковы побудительные мотивы перед тем, когда мы хотим сделать кому-то замечание. Если у нас внутри любовь, боль и побудительная причина добрая, тогда в нашем сердце, даже когда мы делаем замечание или упрек, в нашем сердце мир. Это очень большая разница. Когда в твоем сердце мир, ты даже вот отец делает замечание ребенку, когда ребенок что-то там явно не слушается, но отец это делает с миром в сердце, в сердце мир. Может быть, даже он говорит какие-то слова, там на высоких тонах, но внутри мир, и этот мир передается. И тогда и ребенок, или кто-то другой человек, он чувствует этот мир, и это не вызывает у него внутренний такой протест. А когда побудительные мотивы нечисты, гордость, эгоизм, оно задевает гордость и эгоизм другого человека и вызывает у него отрицательную реакцию. Вот примерно по таким критериям мы можем определить наши побудительные мотивы. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.